Сегодня будет, можно сказать, переобзор. Вернее, с точки зрения сценария, это будет полностью новое видео. В прошлый раз, а это было очень давно, видео было скорее серьезным. Но спустя годы я понял, что подобный подход был неверным. На самом деле, это не просто дурацкое антиисторическое кино. Это кладезь разного рода приколов, которые прошли проверку временем. Мы дважды уже, кстати, смотрели этот фильм на стримах, и это было всегда весело. Кстати, чтобы стримы не пропускать, на экране есть QR-код, а в описании ссылка. Ну и еще обязательно подпишитесь на мой основной телеграм-канал, иначе в кино будут показывать только непосредственно Кахо. И сериалов других не останется, и вы будете вынуждены это смотреть. Я как бы предупредил, подписывайтесь. Но без чего-то серьезного в этот раз не обойтись. И так как данный ролик, в первую очередь, развлекательный, чуть более серьезная история, связанная с этим фильмом, уже доступна на моем втором канале. Можно посмотреть по ссылке из описания или по отсказке в правом верхнем углу. Ну да ладно, не будем затягивать, и перейдем к делу. Итак, фильм «Сволочи». Стартует картина с некой исторической справки, которая гласит, что подрастающее поколение совсем уж отбилось от рук. К началу 1943 года количество беспризорных детей в районах эвакуации составило более 670 тысяч человек. В большинстве своем дети заняты бродяжничеством, попрошайничеством и мелким воровством. Особо дерзкие объединяются в банды и совершают тяжкие преступления. Как-то грабежи, кражи социалистического имущества, убийства и прочее. Еще поговаривают, что они собираются в стаи и организовывают тикток-дома. Что по сути является преступлением против человечества. Короче, Сталин, как обычно, предложил всех просто расстрелять. За совершение особо тяжких преступлений, дети, достигшие 14 лет, приравниваются ко взрослым, вплоть до высшей меры наказания в соответствии с УКССР. Думаю, это бессмысленно пояснять, что во время войны мародеров и преступников наказывать и даже расстреливать, это вроде как нормально. Просто подобные действия в тылу могут пошатнуть фронт, и тогда уже придут немцы. И расстреляют не только мародеров и бандитов, но и почти все население. Но то такое. Вообще, я нашел эксклюзивные комментарии от авторов этого фильма по этому поводу. Как они вообще все это объясняют? Почему дети должны... Они даже дети, вечные дети нахуй. Проще говоря, выкручиваем пожалейку на максимум и смотрим далее. Тут как раз они же дети. Затейли небольшую шалость. А именно убили деда, который сторожил склад с продовольствием. Кстати, дед был ребенком лет так 50 назад, поэтому его не должно быть жалко. Жалко нам должно быть вот этих детишек, которые грабят склад с продуктами. Причем не потому, что голодают, а как бы на продажу, потому что некий барыга сгущенку заказывал. На хрена тебе столько сгущенки? Барыга сгущенку заказывал. На место прибывает злобная гыбня, которая хочет истребить детей без суда и следствия. Голоска! Почему, сэкло? Там же кот слабрик, блядь! Силы вонючие! Ну или их поймают и Сталину повезут. Ведь, как известно, исторический факт на секундочку. Сталин ел детей. Объедение. Но дети просто так не сдаются. Ну что, фондовички! Очко играет! Выходи, каракурты сраные! Сейчас из вас бешбармак делать будут. Судя по этому кадру, это вообще не дети, а советский отряд самоубийц. Хотя из дальнейшего сюжета так и получится. Ну да ладно. Кстати, приходит милиционер, который повелся на блеяние. Они же дети! За что и поплатился. Стой. Положи, дурила. Он же выстрелить может. Прось его, пацанчика. Руководство почему-то решает не отправлять подобных индивидов в тюрьму. Они придумали более гениальный план. Короче, зоны достали еще какого-то сидельца. И он должен организовать некий секретный лагерь. Но вернее, возглавить его, а не организовать. Организовал-то его уже кровавая габня. В этом лагере из несовершеннолетних преступников будут делать отряд мстителей. Поздравляю вас. Вишневецкий вам поручено возглавить эту школу. А что это? Ну можете называть любую фамилию. Будем снимать с фронтов, отзывать из эвакуации. Из других, так сказать, мест. Почему на столь важную должность назначили очередного какого-то зэка? Которого выдернули прямиком из мест не столь отдаленных. А не офицера с безупречной репутацией и боевым опытом. Ведь в школе будут готовить диверсантов для сверхсекретных задач. Тут так и сказано. Задачи, которые предстоят выполнять малолетним преступникам, по важности, ну примерно сопоставимы с обороной Москвы, например. И это дело доверяют зэку. Которому, в принципе, ничего не помешает. Захватить оружие, сколотить из детишек зэков, которые у него в подчинении. Банд-группировку и натворить разных дел в тылу. Ответа на вопрос, почему вот все вот так происходит, конечно же не будет. Тем временем Шантропа заполонила тюрьмы. Короче, знакомьтесь. Главные герои, которые сражались за нашу свободу, а мы даже не знаем их имен. Это, кстати, неудивительно, потому что по правилам лагеря. Никаких званий, никаких фамилий, только имена, отчество. Контингент. Лучше всего называть по кличкам. Чертова гобня все предусмотрела. Короче, вознакомьтесь, некий Чернов по кличке Кот. Несмотря на то, что он выглядит как человек, который, в принципе, не имеет права высказываться от имени людей, он здешний авторитет. Своей виной скупить хочешь? Че, я перед ним вину должен искупать? Перед кем ним не очень понятно, то ли перед милиционером, то ли перед Сталином. Вообще, вину ты должен искупить перед народом. Короче, Чернов говорит что-то вроде... Но его пыл быстро потух. Когда он узнал за то, что он грабил и убивал со своей бандой, ему светит высшая мера. А у тебя Чернов? Выбора нет. Или вышка, или школа. Ну рассказывайте, че там за школа? Тем временем, пока такого хорошего парня ломала система, в камеру к малолеткам подсадили двух взрослых зэков, которые, видимо, подумали, что попали на проект Дом-2, и с первой минуты решили строить там любовь. Увидели тяпу, и такие говорят ему, ой, да ты же, похоже, местный супергерой. У тебя же жопа, как телефон, правда, принимает только входящая. Иди-ка сюда, я этим воспользуюсь. Ну давай, 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 сюда иди, слезь-ка. Зачем? Ну ты че, не понял, че тебе старший сказал, че? Но этому не суждено было случиться. К по-тому, что пришел кот, который приставил горлу заключенного заточку. Иди-ка, Валюшечка, сюда. Сейчас. Сиди, сучара паршивая! Бей! А заключенный был настолько тупой, что не додумался откинуться назад, а просто решил умереть. Короче, всю эту сволоту этапируют в школу. А Чернов травит байки, ну ни капли не приукрашенные. Хлебки, говорит, Чернов, все. Вас выбрать нет. Ну и кто он после этого? Наверное, он центрально-избирательная комиссия? Петух. Петух. В шайке не петухов присутствует и некий череп, который решает в наглую посмолить и покидать понты. Э, газел. Пошел. Куда это мы попали? Добро пожаловать в коммунизм, собака. По прибытию на место начинается уже настоящий реалити-шоу в стиле Дом-2. Все тупо дерутся между собой, потому что это повышает рейтинги телепередач. Наступил 1488-й день нашей телестройки. Сходку любителей гачи-мемов И любителей мазать себе на лицо малиновое варенье Так вот, всех их разогнал тот самый главный. Цирке. Некий Антон. Бедный жеребенок. Преступник устроил бунт в лагере из-за, как позже выяснится, горячей воды. Затеять драку из-за шайки горячей воды. Мы рассчитывали набрать отчаянно смелых парней. Вместо этого получили полсотни безмозглых сябок и дешевок. Вступил в драку с охраной лагеря. Но вы не понимаете, это жеребенок. Краснокнижный жеребенок, сука. Кстати, насчет того, что командование обещало собрать отчаянных парней, которые будут выполнять сверхважные для страны задания. Вот новое пополнение подъехало. Диверсанты из детского сада. Это что-то необычное. Но на самом деле детсадовец-диверсант это был лишь отвлекающий маневр. Чтобы мы не заметили самого главного персонажа, студера. Он же сверхсекретная советская ушная разведывательная станция. Но еще, кстати, мы могли не заметить вот этого гения. Вниз спускать будем? Вниз спускать тут имеется ввиду вести на расстрел. В следующий раз всех очинщиков исключат из школы, что ли? Исключат. Из школы. Потом вниз отправят и расстреляют. Кончай, пора шугнать. Мы малолетки. Нас по закону даже судить нельзя. Судить нельзя. Шлют можно. То есть этот гений привез новобранцев хрен знает куда в горы и предлагает их сразу расстрелять. Ну как бы потому, что а почему бы и нет? Если бы он должен до наших дней и ему бы поручили какое-то другое, тоже важное задание, например, борьбу с дронами. Он, наверное, бы снова все не так понял и истребил бы всех Андреев. Короче, первая ночь этого замечательного телепроекта. Несмотря на то, что по сути в лагере содержатся, ну как нам тут сказали, особо опасные пиздюки-рецидивисты, в лагере куча оружия, но при этом зэков пиздюков никто не охраняет. Ну вряд ли же они среди ночи могут выбраться из палатки и забраться на склад, который, кстати, тоже никто не охраняет. Я на воле был магазинный вор. Кстати, на дворе 1943 год. Война в самом разгаре. Наблюдается дефицит продовольствия, но на зэков детей вывалили все изобилие продуктов, которым иногда даже фронт не снабжали. Все потому, что, судя по этому великому произведению, от не менее великих авторов, настоящие герои вот сейчас на экране, а не там, где-то в окопах. Детишки, кстати, еще и негодуют, что не все, что им хотелось бы тут есть. На следующее утро происходит построение, и мы видим из голодавшихся, ну, как нам тут говорят, беспризорных детей, у которых все руки в портаках. Но при этом, как у любого недоедающего человека, абсолютно здоровый цвет лица, щеки такие, как будто каждый из них по воскресеньям устраивает банкет в одно хлебало, ну и, конечно же, полностью здоровые белые зубы. Кто не понял, это все достоверная правда, потому что, когда этот фильм рекламировали в свое время, главный упор в рекламной кампании был на то, что этот фильм это 100% правда, фактически автобиография. На утренней поверке не оказалось тех трех, которые сожрали все, что было на складе. Об этом узнает начальник лагеря. Больных, раненых нет. Трое отсутствуют. Где остальные? Склад ограбили. Эти трое после того, как ограбили склад и нажрались там всего вперемешку, у них, естественно, скрутили животы и они сели срать на возвышенности, чтобы их все видели. И при этом они как бы сидят друг с другом вплотную. Хорошо, что не хороводом. То, что они самовольно покинули расположение, ограбили склад, переработали пол амбара с продовольствием, насрали на сопки. Им за все это ничего не будет. Вообще ничего. Вниз спускать будем? Откормим сначала. Несмотря на то, что это как бы суровый лагерь, где содержатся дети-зэки, которых готовят к сверхважным заданиям. Мало того, это должно спровоцировать других дебилов тоже творить беспредел. Ведь охрана беззубая абсолютно. Драку устроили, никому ничего не было. Ограбили склад. Вообще похуйню. Завтра начальника в петушиное отделение насильно определят. Я так понимаю, никто тоже против не будет. Администрация лагеря на это просто закрывает глаза. Хотя тут постоянно говорят, какие-то ребятишки типа суровые. Карманники, воры, грабители, убийцы. С полным отсутствием авторитета взрослых. Поэтому не ждите от них ни страха, ни уважения к вам. И постарайтесь не поворачиваться к ним спиной. Ибо в любую секунду все то, чему вы их обучили, может обернуться против вас. Насмотревшись на все это, два дружка Тяпа и Кот уже начинают планировать и свой побег тоже. Ну а вот авторы всячески намекают нам на то, кто пахан на этой зоне. После завтрака и срачек начинаются суровые тренировки, лазанье по канатам. И тут Тяпа говорит гражданину начальнику, что у него не получится, потому что у него как бы специальность другая. Во-первых, нахрена нужен диверсант-карманник. Подошлют его к Гитлеру, чтобы тот у него кошелек с секретными деньгами украл, или я не знаю. Во-вторых, командир тоже никак не реагирует на вот этот поступок Тяпы. Наверное, потому что этот Тяпа тоже жеребенок. Хотя в следующий раз он легко может выхватить у него уже пистолет и устроит салют из мозгов охраны. Да что уж там далеко ходить. Четвертую пару щепки! Никаких лыж клеенных, нержавейкой окантованных, с кондахарами, креплениями последней модели. Да, была бы моя воля, я бы вас всех к стенке за эти лыжи поставил. Перетопчешься. Что ты сказал? Что слышал? Мало в 37-м к стенке ставили. Да ты-то откуда про 37-е выкопал? А я что, с облако упал? Или через жопу на свет вылез? Великолепные диалоги. Самое интересное, что к стенке тогда как раз таки и ставили в основном подобного рода отбросов, которые убивают, воруют и насилуют. И идти на исправление ну никак не хотят. В этом же лагере их конечно же лелеет и говорят ох какие же вы жеребята. Хотя по-моему таких было бы неплохо отправить на рудники. Ну или лес валить. Ведь подчеркиваю, это не дети, которые в суровых условиях украли себе шоколадку. А малолетние зеки-рецидивисты, которые подрастут и будут творить еще больше зло. Ну и насчет того, что рано или поздно эти жеребята выхватят оружие. Ты как со мной разговариваешь? Слышь, что, Витя? Ты пушку руками не трогай, а то тебя здесь найдут только когда снег растает. Ты меня понял? Понял меня? На, держи, дядь Вить. Не теряй. А то сам у стенки окажешься. От греха подальше. Чтоб тебе в голову всякая херня не лезла. За это им тоже ничего не будет. Я не понял, подобное поведение даже в обычных пионер-лагерях повлекло бы за собой суровое наказание. Но я не про выхватывание оружия, а вообще в целом. Но тут ничего не будет. Ну хорошо, хоть последствия сами настигают малолетних дебилов. Короче, лазали как-то жеребята по горам. И тут один решил повыпендриваться. Давай замажем. Кто доверху быстрее? Ты же вор авторитетный. Проигрывать не захочешь. Я поэтому в авторитете, что с дураками в очко не играю. Понял? Авторитетный вор? Ему сколько? 15 лет? Авторитет он когда успел заработать? Когда авторитет на манную кашу с комочками в детском саду не жрал, видимо. И пока гражданин-начальник втягивает живот с такой силой, что сколио скоро заработает, Матаня упал головой на банку варенья. Потом сел на нее, и так и появилось легендарное видео в интернете. Кстати, так как тут проходной двор, никакой не серьезный режимный объект, ночью, видимо, за нашу решил свалить и череп. Я здесь прошлым летом все делянки конопляные облазил. Доберусь. Его, кстати, даже особо искать никто не стал. Начальник сказал вот это. Да куда он нахер денется? Тут где-то. Что значит тут где-то? Он что, носок под диваном? Хотя нет, если он носок под диваном, тогда он точно не вернется. В общем, череп пошел развеяться. И развеялся, как прах над выгребной ямой. Череп. Но не переживайте, однажды в сериале Ронетки он уже воскрес. Возможно, воскреснет и тут. Такое дело, в общем, Юра умер. Юра, он, что, звонил? На следующий день Дом 2 решили скрестить с передачей Голос Дети. Ну и как бы добавить объема персонажу, чтобы он смотрелся еще более жалостливо. Поэтому авторы накидывают личных историй. Ну и по традиции, чтобы сцена выглядела еще более дебильно, обязательно должен идти дождь, который скрывает слезы главный герой. И тогда спотухший елки тихо спрыгнул желтый ангел. Откуда у тебя это? От одной очень жалостливой шмары. Она каблат домой переведет, а его за дверь. И эту пластинку на патефончик и понеслась. То принеси, это, карточки от аварии, винца принеси. Не видишь, мать устала. Так это мать твоя была. И вот это все блять, когда было? Если ему сейчас нет и 14. Тяпкну. Нету 14. Ему только 13. То есть получается вся эта хрень с пластинками и прочим была в момент, когда немцы активно наступали по всем фронтам. А вот эти вот под винчик отоваривали карточки там. Вот эти все люди, которые добровольно шли на фронт, дети, которые подделывали документы, чтобы попасть в армию, дети, которые добровольно записывались в партизаны или самоорганизовывались на оккупированных территориях. Но это, видимо, по мнению авторов находится где-то там, в параллельной вселенной. Ну и вообще, это не может быть интересно для зрителя. Кому интересно смотреть на героев? Давайте лучше смотреть на отбросов вроде вот этих вот существ. Убийц, воров и прочую мразь. Ну как бы, а почему бы и нет? Кстати, создатели нарушают вообще все правила существования такой страны, как СССР. Имея в виду правило, что пол страны сидела, пол охраняла. Даже этой дебильной логике фильм не следует. Ведь в этом фильме сидели вообще все. Начинаются стрельбы. Странно, что детишки стреляют не в надзирателей. Чё за пацанок? Да редкий засранцы. Да, редчайший. Один вор, рецидивист, другой убийца малолетний. Антон, а мы кто? Тоже верно. Не цельтесь в голову, засранцы. Прилейте в жопу, ноги. Равно завалить. Ещё выясняется, что один из главарей лагеря нашёл себе любимчиков в виде двух главных героев Тяпы и Кота. Ты с чего тут? Твоих пацанов ты прикармливаешь? А? Ну и куда уж тут без конфликтов между самими жеребятами. Очень важный хуй бумажный по кличке Студебекер решил отжать сишки, вернее папиросы. У, наверное, как он подумал, терпилы. Папирос ты отдай. Ты с кем так разговариваешь? Жёлтый. Ты ещё на свет не вылез. А я уже с рака мотал. С рака мотал? Сука, нет, ну серьёзно, насколько это комично выглядит. Вот эта вся собачья перхоть не только Студер, но и вообще все в целом. Когда пытаются вести свои типа блатные беседы, это же, ну, дебилизм, маразм. Но вот конкретно этот человеческий катышек Студер особо выделяется из всех, на что обращают внимание даже сами персонажи. У меня только в зону пять ходок. Четыре. Жёлтый ангел. Чего? Ну, вчера говорил, что четыре было. А ты чё, сука, вздумал мои ходки считать, а? Ты отвечай, обрезанный или нет? Может, посмотришь? Вынимай своё мотовилово, ж... ранее обрезанный. Почти произошёл гачи момент. Ну, а тут случился удар в псину. Или удар в спину. А, удар в спину псине. Живучий гад. На следующий день телезоны для самых маленьких на канале Бибигон нас встречает что? Правильно, следующий дебилизм. Знаете, в армии бывают стрельбы, обкатка танком, броски гранат, обстрелка бойцов. Но это всё для слабаков. Тут придумали кое-что покруче. Заставить жеребят ползать по скалам и хуярить прямо по ним, судя по взрывам, чуть ли не изо рты. Зачем, спросите? Чё, пока что-то и делаю, бля. Ты в порядке? Только не слышь ничего. Да, бля, вообще охуенно. Посмотри на его лицо. Он, сука, в крэйзи фрога превратился. я понимаю, это типа обстрелка, условно так назовём. Гениальная тактика взорвать будущим диверсантам барабанные перепонки и организовать им по 10 контузий. Но, знаете, эти глухие диверсанты с проблемами и с координацией лучше в своём деле. Главное, побольше обжимайтесь, чтобы вы поняли, насколько у вас тесная дружба. Ну, такая советская горбатая гора. Дружба на фоне голубого голубого неба и на высокой высокой горе стоят обнявшись два друга. После вот этого, непонятно чего, детишек везут на учебные прыжки с парашютом, скреново нарисованных на компьютере самолётиков. И тут происходит неприятный инцидентик. Оказывается, это студер в крысу загнул шпильки из-за того, что маэстро ему тогда нагрубил. Короче, неважно. Эх, маэстро, такого парня загубили. Студер, сука, это ты, подлюга позорная. Ты шпильки загнул, пи***я гнойный. Ты его убил, сволочь. Снимайся. Спокойно. Я завалю эту ворюгу. Пусти. Эх, маэстро. Какого парня завалил мокрушник? Зачем? А я его ещё месяц назад в бурю проиграл. А для вора карточный долг сами знаете. И тут мы, кстати, слышим ту самую легендарную фразу, которую расхватали гопники всех мастей, чтобы потом добавлять её в свои дебильные ремиксы и пацанские песенки. А того, который его проиграл, куда девать? А никуда. Туда же закопать. Что значит закопать? Он ведь живой. Ваши проблемы моя ответственность. Закопать. Ну и самая легендарная фраза тут ещё будет далее. Её вообще можно применять в любой непонятной ситуации. Застутера, кстати, можете не переживать. Он чуть позже воскреснет, когда некий Калуга перед заданием себе вены вскроет. Калуга вскрылся. Новорожденный рецидивист Диверсант слегка всплакнул и тут постепенно начинают наступать ключевые события для фильма. Выброска зэков детей в немецкий тыл, а опытных зэков, как вы знаете, нельзя подпускать к себе, особенно в тылы. Ну, знаете, все эти замашки и нон-стоп-режим по поиску чьей-то задницы. Это все, конечно, шутки. Задания группе Чернова выдают сверхсерьезные. Вы должны подойти к этой базе сверху, наверху есть вентиляционные люки, они заминированы, ваша задача обрушить скальный козырек. А че там на базе-то? Топливо. Все топливо западной группы войск. Я бы даже сказал так, от исхода этой операции может зависеть исход, но если не всей войны, то определенной операции большой точно. Потому что все топливо западной группы войск Третьего Рейха хранится где-то хрен знает где в горах. Ведь это сука так логично и так удобно с точки зрения элементарной логистики. Ну, не задавайтесь этими вопросами. А если вы не понимаете в чем проблема, закопайте во дворе соседнего квартала свою зарядку от телефона, а потом сходите за ней, когда у вас будет разряжен телефон и вам срочно нужно будет кому-то позвонить. Вот именно тогда вы поймете, где именно кроется неудобство. Ну, допустим, почему на такое важное задание, от результата которого может зависеть практически исход крупных операций на фронте, не отправляют специальных высокопрофессиональных диверсантов, разведчиков, а вот эту ряженую шантропу. Потрудитесь объяснить мне, шо это за разрисованная шантропа? Это вы меня спрашиваете? Вообще, конечно, мерзотность поступка авторов впечатляет, потому что они немного, незначительно подменили факты. Вообще, нацисты брали советских детей и делали из них диверсантов, но они, естественно, не снаряжали их на сверхважные задания, а использовали как расходный материал для каких-то мелких пакостей, ну или там взорвать ЖД-полотно, устроить пожар и прочее. Даже плевать на все это. Представим, что вот все так и было. Получается, что авторы хотят выдавить пожалейку из зрителя. Мол, как же жалко этих же ребят. Но давайте задумаемся. Пожертвовать вот этим биомусором, которое убивает, грабит и не хочет исправляться, а хочет продолжить свои деяния, которые несут вред нормальным законопослушным людям. Так ли страшно пожертвовать ими ради того, чтобы настоящие герои, которые сражаются в окопах с нацистами, выжили. Ну или получили хотя бы минимальное преимущество перед противником, который на секундочку натурально пришел истреблять вообще весь советский народ. Правильно ли так делать или нет? Дайте-ка подумаю. Правильно, блядь. Ах, ну да, это же некое переосмысление фильмов о войне. Поэтому герои, в которых показывали в документальных хрониках или художественных советских фильмах, да и не только, вот там все это не настоящие герои. Это злая, кровавая, советская пропаганда. Настоящие герои, вот они, вот здесь. Короче, спецзадание. Группировку снарядили, упаковали в самолет и отправили на пересылку. Кот и Тяпа хотели сбежать, потому что за все время подготовки их так и не смогли перевоспитать, промотивировать, защищать родину, там нет. Что вообще мешает этим молодчикам уже на месте всем составом сбежать или перейти на сторону врага? Вопрос остается открытым. Хотя во время войны действительно выходили люди из тюрем. Не под гнетом гыбни проклятой, а по собственному желанию вставали в строй, не всегда даже в штрафбаты. Потому что какими бы они ни были плохими людьми при прошлой довоенной жизни, возможно они даже не любили государство, страну. Многие понимали, что это война на истребление. Если мы не выстоим, на этом закончится вообще все. Многие бывшие заключенные, среди которых кстати были и политические, становились героями, за что и власть, и общество прощало им грехи. Потому что они натурально кровью искупили вину. На этом кстати можно построить отличный сценарий про рецидивиста, который попадает на фронт, меняется, что-то переосмысливает и возвращается с войны совсем другим человеком. Могла бы быть интересная арка персонажа. Но тут ничего подобного не будет. Просто шантропа куда-то летит. Будто на фортнайт установили какой-то ауе-мод. Слышь, летчик? Я не летчик! Я стрелок! Да мне похрену, начальника позови. Не начальника, а командира! Я тебе говорю, мне похрену, скажи, старшая группа зовет. Короче, расписанные синими наколками стадо жеребят выбрасывают самолета в тыл к врагу. Кота и тяпу выбрасывают чуть раньше. И вся эта группа, кроме них двоих, погибает. Вон наш летит. Да-да, драма, все дела. Это же дети. Но в чем смысл? То есть, кто не понял, это охренеть какой хитрый план. Похоронить всю группу как отвлекающий маневр, чтобы оставшиеся двое, у которых элементарно взрывчатки не хватит, выполнили сверхсекретное и сверхважное задание. Никакого побега. Эти гады за корешков наших ответят. Видишь, как они паскуды рассчитали фрицев отвлечь на приманку? Вернусь, замочу всех. Как пацанов жалко. И кто нас ломил? Заложили, суки. Если козырек обрушим, считай, за всех пацанов отработали. Не обрушим. Почему это? Не обрушим его. У нас взрывчатки не хватит. При этом, раз было десантирование, то немцы, очевидно, усилят охрану. Не проще ли было тогда просто двух диверсантов закинуть в тыл, чтобы не привлекать лишнего внимания? Тем более, как дальше выяснится, бункер в этой скале никак не охраняется вообще. Заходи, кто хочешь, делай, что хочешь. Ни блокпостов, ни охраны, ни заградительных сооружений, ни наблюдения. Но всего лишь все топливо тут хранится. Даже внутри бункера тут проходной двор. Но тут я пропущу вот это вот жалостливое. Они же дети от нациста. Я еще мог бы поверить, если бы это сказал обычный солдат, которого забрали с улицы и сказали идти за светлую идею воевать. А когда он пришел на оккупированные территории, охренел от происходящего. Таких случаев было действительно много. Среди обычных немецких солдат. Но это говорит старший офицер, который прекрасно знает, как там развлекается СС на оккупированных территориях. Да и не только СС. Другая половина немецких солдат, которые не ужаснулись от происходящего, а отлично влились в коллектив и совершали все эти преступления. Я так понимаю, авторы фильма услышали речи нацистов в Нюрнберге, где все, как один, говорили, ну мы ничего не знали, это все Гитлер, СС и Гестапо. Мы не при чем. Сами в шоке, что так было. И вот авторы, видимо, поверили этим лживым речам. Поэтому тут, как бы, злые коммуняки шлют на смерть советских детей, а нацисты их жалеют, потому что еще не знают, что советские дети такие же ублюдки, как и взрослые. Ведь они сейчас взорвут этот бункер вместе с миролюбивыми нацистами. Стоп! Анна, Анна! После операции детишки решили повеселиться, порезвиться. Ведь, повторюсь, ни охраны поблизости, ни патрулей, ни блокпостов, ни наблюдения. Ничего рядом нет. Подумаешь, сверхсекретный бункер. Взрыв не поднял на ноги никого, потому что рядом никого нет. Да! Да! Кстати, выучка тоже прошла, как я понимаю, на ура. Ведь что должен делать диверсант после успешно выполненного задания? Правильно, орать и радоваться рядом, чтобы его точно заметили. За свою тупость главные герои и поплатились. Дяпа, мина! Насколько нужно быть неудачливым дебилом, чтобы подорваться на одной единственной мини в радиусе 100 километров? Ладно, все, короче, ради драмы. Может внизу поискать? Что поискать? Как что? Руку. У меня один вопрос. Он зацепил растяжку ногой, но оторвало ему при этом руку. При этом другие повреждения на теле у него вообще никаких нет, на ногах тем более. И вообще, в момент взрыва у него рука на месте. Как, блядь, это вообще работает? Потеряв руку, кот понимает, что операция рукоблудия наполовину исключена из его жизни. И заводит вот такой разговор. Я тебя, кот, давно хотел спросить. У тебя когда-нибудь с девчонками было это? Нет. Короче, Тяпа, к чему все эти формальности? Просто покажи. Че показать? Вдвоем не сможем не дотащить. Не дотащить? Напоминаю, у главного героя все в порядке с ногами. И ранений, кроме потери руки, больше нет. Но еще он вишневый сок как свино топил, поэтому весь обляпался. Это видно, например, на вот этом кадре. Почему он даже не хочет попробовать куда-то идти? Просто потому, что что? Короче, после классического «Оставь меня!» Тяпа уходит, даже не попытавшись на плечах потащить товарища или соорудить волокуши из деревьев. В общем, добирается он до единственного сука блокпоста где-то, хрен знает где, на котором стоят солдаты и охраняют уже несуществующий объект. Ну, как бы где-то что-то взорвалось. Не будем вмешиваться, как говорится. Наше дело телячье. Обоссался и стой. Сходит лавина и мы как бы понимаем, что кот, похоже, не выжил. Как и Тяпа, который стал горланить прямо рядом с нацистами. Что он вообще орёт, кстати? На что он изначально рассчитывал? Он бросил своего друга в снегу без еды, воды и руки. Что он думал, что он там до лета долежит и потом прорастёт или что? Короче, нас переносят в будущее, где мы видим постаревшего Тяпу, который всё это время искал своего друга на том месте, где был лагерь раньше. Кореща ищет. Здесь? 30 лет ездим. Каждый год. 9 мая. И вот таки он его нашёл. Вот, кстати, как выглядит их диалог спустя, сука, тысячу лет расставания. Ладно, всё это было ради того, чтобы обжиматься на горе. Вот и свиделись мы с тобой. Постоянно думал о том, какой будет наша встреча. На горбатой горе было классно. Что же можно сказать в итоге? По сути, это дебилизм и попытка выдавить пожалейку из идиотского сценария, основанного на неполживых байках. Проще говоря, пятикратно переваренный кал. Да. Но повторюсь, этот ролик был больше в развлекательном русле. Сейчас на экране вы видите карточку со ссылкой на мой второй канал, где вышел ролик связанный с фильмом Сволочи. Но история там более серьёзная. Поэтому кликайте по карточке прямо сейчас и смотрите ролик на втором канале. А фильм Сволочи я вам, конечно же, смотреть не рекомендую. Продолжение следует...